Прямо сейчас продолжим обсуждать эту тему, анализировать изменения вооруженных сил Украины с Антоном Дробовичем. Это глава Украинского института национальной памяти. Антон, здравствуйте. Добрый вечер. Хотелось бы сразу начать с того, я вспомнил сейчас середину нулевых, 2006-2007 год, 2005, ну собственно, при президенте Ющенко началось сокращение украинской армии, тогда говорилось о том, что она должна стать профессиональной и быть максимально короче, чем меньше, точнее, по своей совокупности, чем она была по состоянию на начало 2005 года. Скажите, как вы считаете, сколько вообще трансформаций претерпела украинская армия и какие из них были наиболее удачными? Ну, я не могу вам сказать по поводу военной состоящей этого вопроса, потому что не являюсь экспертом по развитию вооруженных сил. Но что касается важнейшей трансформации, которую претерпела армия, то, собственно, день, который мы сегодня с вами отмечаем, с 1993 года, когда наш Верховный Совет принял закон о вооруженных силах Украины в 1991 году, в 1993-м этот день был, собственно, назван, посвящен вооруженным силам Украины. И это была важнейшая трансформация, и очень многие люди недооценивали то, что было сделано в начале 90-х по фактически преобразованию советской армии, куска советской армии в вооруженные силы Украины современной. Очень часто, особенно, что касается тех частей, флота, например, и частей, которые находились в Крым. Вот это важнейшая была такая фаза, да, и этот этап важнейший, он, по сути, обеспечил нам наличие вооруженных сил. То есть они не были радикально сокращены, хотя действительно потеряли боеспособность. И фактически тогда многие люди, офицеры, сержанты, они почувствовали, что они все-таки являются армией независимого государства. И вот это был важнейший этап. А дальше, то, о чем вы говорите, ну, там 90-е тяжелые годы были, бывали времена, что зажалование рядового состава, там можно было купить несколько пачек сигарет, то есть это тяжелые были времена. И даже в эти времена удалось сохранить вооруженные силы, как минимум вертикаль управления. Ну и, конечно же, этот период длился довольно долго, и вот эти попытки реформировать, перевести на контрактную службу, они, ну, их по-разному эксперты оценивают, но важно отметить, что, несмотря на это, сохранилась система мобилизации. Например, вот система мобилизации в российской армии Сердюков, их министр обороны, уничтожена. Во время как у нас, можно сказать, по инерции, можно сказать по разным причинам, но она сохранилась. И, собственно, когда уже в этом году, после российского целенаправленного вторжения, мы увидели, что система мобилизации сработала, и многие силы, например, силы ТРО были набраны благодаря тому, что эти остатки этой системы мобилизации были трансформированы, и, собственно, создали многие подразделения сил ТРО благодаря наличию просто этой системы. Ну и, конечно же, самый такой важный период переоспасления значения вооруженных сил Украины начался в 2014 году, после того, как Россия, собственно, совершила первую попытку стражения в Украину и развала фактически наше стены. Когда силы обороны международного консолидировались, мы получили внутренние войска, трансформировались в национальную базу, вооруженные силы крепились и идеологически, и мотивационно. И, собственно, это такой, ну, можно сказать, что это было начало ренессанса наших вооруженных сил. Один из немаловажных моментов, который помогает нам выстоять и быть действительно такой сильной армией, как это показано сейчас в реальном бою, это система управления, которая, как мы видим, очевидно изменилась коренным образом. Я даже вот вспоминаю, когда стал главнокомандующим именно Валерий Залужный, первое, что о нем говорили, это то, что первый офицер, который не служил в советской армии. Насколько вы действительно видите в процентном соотношении, если у вас есть такое видение, информация, эта система управления вычистилась от той радянщины, да, от той советщины, которая оставалась нам в наследство после Советского Союза, и насколько этот аспект действительно очень имеет важную роль, учитывая, что у нас все-таки есть определенное уважение у высшего командующего состава к низшему, то есть к рядовым солдатам и военным, отсутствие дедовщины как таковой, тоже позволяет, ну, ребятам не бояться идти в армию, как это было ранее. Насколько это важно сейчас, насколько действительно оно теперь выглядит совершенно иначе? Ну, не надо совсем идеализировать, многие вещи по инерции, которые, мягко говоря, неэффективные, сохранились. Можно сказать, что что-то сохранилось в современном советской армии, что-то просто является неотлаженным механизмом, и сейчас есть проблемы все-таки и в управлении войсков, и так далее. Ну, они, собственно, будут всегда, но это, конечно же, не советская армия с этой дедовщиной и с принципами «я начальник, ты дурак» и наоборот. Поэтому важнейшими двумя вещами, я думаю, тут являются первое – это наличие мотивированного личного состава, который может проявлять инициативу в бою, и не длинной гарморской вертикали, не самого особого, а имея довольно широкие директивы, по ним действуют. Это первое. И второе – это наличие ситуационных центров и оперативных управлений, которые максимально приближены к полю. Ну, и они все, благодаря наличию больших инструментов, довольно мощных инструментов разведки и координации, эти ситуационные центры помогают. Собственно, та реформа, которая в рамках мобильной обороны, которую сейчас мы видим, реализовывает Генеральный штаб, так и дает результат. Но, опять же, давайте не будем сильно, как это сказать, идеализировать этот вопрос. Это довольно сложный процесс, потому что, если мы посмотрим, сколько генералов в армии, какой у них послуженный список и какое количество из них можно считать генералами Ной Лавреса, которые сами соответствуют стандартам НАТО, и физически, и морально, и интеллектуально, то, конечно же, нам еще много над чем работать. Но, опять же таки, ключевое в рубик-контере, то есть наши вооруженные силы этот путь начали, и сейчас он фактически записан безвозвратно. И действующий главнокомандующий этот путь держит крепко как и верховный главнокомандующий, так и просто главнокомандующий. То есть они обеспечивают политическую и военную составляющую этой реформы. И вот если вот эта мотивация людей, идеологичный характер и отсутствие безумной субординации, которая, собственно, приводит к этим гигантским потерям в российской армии, будут сохранены и дальше, то, я думаю, в нашей армии большие-большие перспективы. Ну и опять же таки не стоит забывать, что много внимания уделяется пониманию того, зачем мы воюем, что мы там делаем. Почему, например, есть новые группы, новые фактически системы вооружения, да, и есть, например, новые силы, да, вот силы территориальной обороны, например, это очень масштабные силы, которые, собственно, пришли в армию благодаря своей мотивации и понимание, что они там делают. Это не согнанные из-под палки, мобилизованные, как и все, которые просто не смогли убежать вовремя, тут наоборот. И у командования есть понимание, что это очень ценный человеческий ресурс, и с ним надо уметь работать, и нужно как можно меньше препятствий там, где может личный состав самоорганизации, самоорганизации добиться результата. Пока это понимание есть, я думаю, будет сохраняться результативность нашей армии. Еще один момент, который отличает нас очень визуально от российских войск, это гендерное присутствие, гендерное равенство, наверное, так неправильно будет сказать, потому что все-таки женщин гораздо меньше в армии сейчас, но мы видим тенденцию к его увеличению, более того, мы видим тенденцию к уважению профессии женщины в армии. Насколько это действительно позитивный элемент, и чего именно добавляет наша армия в данном смысле, и ведет ли это к тому, что мы приближаемся все-таки к модели израильской, и со временем, когда эта тема будет развита, возможно, у нас будет по израильскому принципу точно так же призыв и женщин, и мужчин в определенном возрасте для того, чтобы отслужить определенное время и быть активным резервом. Ну, действительно, очень большие позитивные результаты Украина показывает, я бы даже сказал, что не все страны НАТО по этим коэффициентам присутствия женщин в вооруженных силах, мы говорим о десятках тысяч, по-моему, больше 50 тысяч женщин сейчас служат в вооруженных силах, и более 5 тысяч, я точную статистику сейчас не приведу, но буквально недавно министр Резник озвучил, кстати, как раз на украинском женском конгрессе было заседание в Киеве, собственно, большой форум, и речь идет о тысячах, 5 или 7 тысяч женщин с оружием в руках на фронте воюют. Поэтому действительно это невероятный показатель, и это то, что действительно качественно меняет вооруженные силы. Почему? Потому что меняется отношение к воинскому долгу и к конституционному долгу по защите своего государства. Конечно же, сейчас служить могут женщины, которые сами хотят служить, это не мобилизация в принудительном порядке. То, о чем вы говорите, израильский опыт, мне кажется, Украина вполне могла бы его реализовать, но следует понимать, что у Израиля других выходов особо нет, поскольку государство небольшое численно, то фактически всеобщая воинская повинность обоих полов, она помогает увеличить вооруженные силы до необходимого количества, чтобы фактически осуществлять оборону государства. Украина все-таки гораздо большая сторона по количеству людей, поэтому пока что я бы не сказал, что там прям экзистенциальная необходимость такая есть. И действующий формат фактически волеизъявления, я думаю, будет сохранено дальше, и более того, я думаю, после войны мы все-таки закончим путь реформирования, профессиональной армии. Я не знаю, какая будет система подготовки вообще населения к службе в армии, но я думаю, что и мужчины, и женщины будут преимущественно служить добровольно. И вообще изменение отношения к профессии военного придет к тому, что нам, возможно, не понадобится армия, призывая такого характера, как она была раньше. Антон, коллективный Запад неоднократно уже признавал, что украинская армия – это, по сути, щит объединенной Европы, и это, в свою очередь, требует активной и длительной превентивной поддержки со стороны союзников. Ну вот, например, наиболее острые потребности Украины даже сейчас – это системы противовоздушной и противоракетной обороны ПВО и ПРО, потом бронетехника, особенно гусеничная, танки натовского типа, 150-мм арт-орудия, реактивная система залпового огня и, естественно, боеприпасы. Но не кажется ли вам, что нужно изменить логику принятия решений о поставке вооружений в Украину, о которых мы говорим, и что решения должны приниматься заранее для того, чтобы предотвратить трагедию, а не вдогонку, не в ответ на трагедии? Ну, президент Украины заметил очень важную вещь, причем еще несколько месяцев назад, что коллективная система безопасности мировая, которая фактически была создана после Второй мировой войны, она не дает своих результатов, она не работает. Мы видим, что в Совете Безопасности ООН заседает страна-террорист Россия, мы видим, что на это нет адекватного ответа у международного сообщества, и, конечно же, предложение президента Зеленского о том, что необходимо создать какой-то абсолютно новый механизм защиты других стран от агрессоров, он очень актуален. Потому что сегодня Украина, завтра это может быть кто угодно. И поэтому однозначно ответ должен быть быстрее, помощь союзников должна быть быстрее. Должна быть новая система мировой безопасности, архитектура такой мировой безопасности. Она должна предусматривать, что не несколько месяцев будут медленные бюрократические организации крутить шестеренки и перекладывать бумаги и высказывать глубокую озабоченность. А на принятие решений о защите каких-то государств от агрессии должно уходить несколько часов, максимум несколько дней. И, соответственно, воинские контингенты, ТВО, ракеты, самолеты, танки, и все, что нужно для того, чтобы обеспечить безопасность страны, которая подверглась незаконному преступному нападению, агрессии. Напомню, что агрессия — это не просто такой термин, который иллюстрирует какую-то физиологическую или психологическую особенность агрессии. Это есть термин международного права, который является преступлением. Таким образом, если совершается преступление, то не может несколько месяцев жертва ждать, пока кто-то, кто ее должен защитить, будет думать и перекладывать бумажки. Соответственно, мир требует немедленного пересмотра системы реакции на агрессию по преступлению. И поэтому я думаю, что украинские опыты, эта война, она поможет создать такую систему безопасности. Я не удивлюсь, что вооруженные силы Украины после победы над Россией станут основой, можно даже сказать, ядром новой системы мировой безопасности, потому что трудно будет найти эквивалентную по количеству опытного военного контингента и, скажем так, обстрелянных солдат, которые знают, как и оперативно противодействовать агрессору. Ну, конечно же, сами по себе мы не можем и не будем это делать. Это возможно только в системе тесной координации с другими странами. А вот какой будет эта система, это большой-большой вызов, прежде всего, дипломатам и теоретикам политическим, потому что эту систему нужно придумать. Конечно, мне в основу лягут все те же принципы, которые взяты из трактата иммунного контента о вечном мире, всеобщая декларация прав человека, конечно же, устав ООН, но мы видим, что сами по себе эти вещи, эти политические, скажем так, кирпичи политического сознания европейского, они не работают. Нам нужно дополнение к ним. Что-то живое, что-то действительно деятельное, что-то с силой и страстью, а также умом и добротой буду защищать страны от агрессии, чтобы она просто стала невозможна в мире. Ну, иначе мы просто перейдем к новой фазе возможной войны всех против всех, чего бы, конечно же, не хотел. Антон, благодарим вас за подробный анализ в нашем эфире. Антон Дробович, глава Украинского института национальной памяти, только что был с нами на связи.